здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчица случайные зрители если вы еще не подписались на наш канал обязательно подпишитесь в этом видео мы поговорим о такой рыбки которые называют брызгун впервые адаптации к аквариуму прошли еще в 1901 но до сих пор является диковиной для аквариумистов рыбкой название говорит само за себя данную рыбку можно назвать снайпером так как брызгун умеет плевать струйкой воды в насекомых сидящих на растительность над водой тем самым сбивая насекомых воду добывайся таким образом пищу но о кормлении мы поговорим чуть позже брызгуны обитают в азии и северной австралии живут как в пресных так и в солоноватых водах охотиться брызгунам помогают не только меткие плевки но и бинокулярное зрение помимо этого брызгуны отлично умеет выпрыгивать из воды это уже означает то что аквариум должен быть закрыт но при этом рыбка должна быть адаптирована крышки иначе она будет травмировать сама себя в противном случае вам поможет достаточно низкий уровень воды в аквариуме чтобы они из него не смогли выпрыгнуть продолжительность жизни в аквариуме около 10 лет размеры живой природ достигает до 20 сантиметров но в аквариуме значительно меньше учтите что понаблюдать за охота этих рыб в аквариуме очень трудно но не стоит расстраиваться по этому поводу так как наблюдение за этими необычными рыбками всегда интересная аквариум высотой 50 сантиметров заполненный водой на две трети это минимум для взрослых рыб желательный объем 100 200 литров на стайку из 5-8 брызгунов не трудно догадаться что эти рыбки большую часть времени проводят в верхних слоях воды обязательно фильтрация и регулярные подмены воды и конечно же аэрация параметры воды температура от 25 до 30 градусов ph 7 и 8 грунт для них не важен но и декор желательно подбирать тщательно над поверхностью воды желательно расположить растение а в самом аквариуме разместить коряги в которых брызгуны будут прятаться огромным удовольствием брызгуны стайной рыбки легко уживается с размерными рыбками мелкую рыбку воспринимают как корм корм лимарм 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 лимар в природе питаются насекомыми в аквариуме едят живые корма мальков мелкую рыбу и промышленные корма при адаптации отказывается питаться обычным образом пытаясь выследить корм над поверхностью воды но как только вам удастся приучить питанию в толще воды кормление не составит никакого труда разведение увы есть только догадки о том как различить пол брызгунов как правило брызгунов разводят на фермах или вылавливают в природе брызгуны нерестятся у поверхности выпуская до 300 икринок которые легче воды примерно через 12 часов икринки проклевывается помните что родители не прочь полакомиться детенышами молоть питается плавающими кормами типа хлопьев и насекомыми бывают случаи спонтанного нереста в аквариумах этом все мои дорогие друзья дальше вам предлагаю немножко полюбоваться этой рыбкой всего вам доброго до новых встреч до свидания а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!